Девушки отдыхают Milí diváci, vítame vás v prísledovaní ďalšieho vydania Štiamického magazínu. Aj tento týždeň vám prinášame aktuálne informácie zo života v meste Banská Štiamica. Keďže sa blíži termín zápisu predškolákov do prvého ročníka základných škôl, aj tento týždeň sme naštívili základnú školu. Tentokrát to bola základná škola Jozefa Kolára na sídlisku Drienhová. A aj naďalej sa venujeme téme sociálnych služieb v meste Banská Štiamica. V tento týždeň vám priniesieme reportáž o využívanom sociálnom taksíku v meste Banská Štiamica. Vítajte! Blíži sa termín zápisu predškolákov do prvého ročníka základných škôl. A tak sme tento týždeň naštívili základnú školu Jozefa Kolára na sídlisku Drienhová, aby sme vám ukázali, čo budúcich prvákov čaká práve na tejto škole. A aj tento týždeň budeme pokračovať v téme sociálnych služieb mesta Banská Štiamica. V tretej a aj poslednej časti sa budeme venovať veľmi oblúbenej službe a to vie sociálny taksík. Bliž za termín zápisu predškolákov do prvého ročníka základných škôl. Už aj tento rok bude zápis prebiehať netradične a to väčšinou online formou, určite však bez prítomnosti detí. My sme sa zašli pozrieť na základnú školu Jozefa Kolára na sídlisku Drienhová, aby sme vám ukázali, aké benefity ponúka táto škola. V ovocnom sade rastla v jablone. Práve sa zlobudila, ponaťahovala svoje konáriky, zazývala a hovorí. Fíha, načo sa mi tu nezdá? Načo sa vonku deje? Čo to je? Ako to počúvala, srazu počúvala, ako nikti zručí po kločí. Naťahal konári do hra a vidí, pocian prilieta. A na druhý konak si sadne dve na veľa stoličky. Pozrie sa do hlúf, ale ešte sú tu friačiky sníhlu. Čo to je? Že by som sa ja sama zubudila, ale veľa, že aj ptáčiky sa zubudili. Fíha, asi prichádza jar. Deti, môže to byť, že by už prichádzala jar? Aha. Podľa čo to bude, že už prichádza jar? Už není snih. Aha, už není snih. A ešte? V trávu, čo už začína by kúpať? Snihnači. Maťko, čo už začína by trčať svoje hlavky? Tráva. Tráva, a ešte? My kláci, že prvé krétky snížnú, super. Сейчас я сейчас привлекла притом на математику. Таким русским ритком, что природа, что-то немного помимо, но не об этом наше, но не об этом. Мы присоединили премьер такие прихватки. Будем в нашем школе в нашем дворе хладащи. Я сейчас у привлекла указку у привлектовой методы, зажитковой методой, которую мы уплотнуем, можно сказать, на всех выучивающих часах, если это возможно. Очень часто такую зажитковую часу использую в английском языке, потому что учусь на первом ступне английский язык и использую очень часто зажитковую методу, так называемую крилл методу. То есть, что жиащи с ай на других предметах учатся на некоторые слова в английском. То есть, что это тоже одна из таких новостей форием, которые уплотнуем в моем выучивающем процессе. Жиащи глядали вајчка, моли четыре фарбы, вајчка были означаны четырми фарбами, такисто, как моли и детички-членки в четырех фарбах. Каждая скупинка мала пять членов. Днес нам это так вышло, что нас есть в триде двадцать. А то значит, что в каждом вајчке мал один жиак один приклад с математикой. А ведущий тиму, в каждой скупинке был один ведущий тиму, который власне задповедал за свою скупину, что жиащи справа не вырешил приклад. На закладе того, что жиащи достали и бај один квиток, потому что один жиак там улогу не завладал а теперь не вырешил справно, так что мы наконечко с 8 квитков 7. Облубеным активством жиаков е наприклад праца с интерактивной табулой. Зачиняш, а вы берете правими назвами в интерактивной табулу. Весокий глядичный, так что вы берете. Продобие. А веще, что жиащи на фарбах. Беет. Весокий гляд! Весокий глядь! Ага! Но. Тобя. Прис. 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 Компания. В наше зл. школе Зл. Школы Зл. Школа Колара будет в этот год запись пребеять нетрадиционной формой, подобно как минувший школский год. Свободной ситуации. Запис будет пребегать в месяце априле. Пресный датум упресним аж по доходе со зрядувателем местом Банская Штиравница. Но с учетом поверь, что запис будет пребегать без критомности детства электронической формы, подобно как минувший школьный год, где будет прихлажка зверейнена на вебовой странице школы, где будет возможность родить стихнуть, выполнить и удослаить. Самое время, что родители, которые тут возможно не имеют, что будут могут пройти до месторов школы. Самое время за подминки до дрожания вшетких опатрений и ту прихлажку выписать физически у нас в школе. Вшетки эти термины самозревле упресним по пораде со зрядувателем, но с чистой то мы говорим, что будет пребегать месяц април, а не будет это один-два дни, но будет пребегать до конца месяца април, подобное, как был минувший год. Наше Закладное Школа Зефа Колара, это организованная Закладная Школа Сидлица на Сидлиску Дриеново. Школа понука штандартное взделáвание, которое я платное для Закладной Школы в СССР, а также как вшетки штатные школы, а у нас в месте Манская Штиявница. Наше Школа понука вице бенефитов, которые в нашем месте не понукают. Маме наибольшую безопасную доправную доступность в месте, виборные присторовые подминки на выучивание, большие вздущные триеды, которые не будут приплнены. Сленичные терасы для Закладной Школы 1. ступня, для каждого триеды, где в этом году мы планируем выбудовать там один или два алтанки, чтобы можно выучить вонку, а за неприязнивейших подминок. Снащимеся упомнивать людовое традиции а зликности наше региону во выучбе. Сидли у нас в присторове школы сухромная логопедичка порадня. Такисто е тут елокованное прасовиско в Местской книжнице, при детях и младеях. Великой в нашей школе в нашей школе е, что сидли в центру волнечного часа в присторове нашей школы, которая тоже в присторове перфектное вибавение с великой танчиарнью. Нашим великим benefitом е оборовский школовский areал, кде мы можем играть в тенис на антоковом тенисовом курте, такисто на баскетбаловом игриску, футбаловом игриску с бумелой травой, волейбаловом игриску а такисто ай футбаловом игриску с природным травнатым поврхом. Школа понука целoročne възнамные акции аж целомесскеho възнаму, в которой споменем, например, възнаме възнаме Vianoчная бурза, Шарканиада, Vianoчная академия, Карневал, Fašiangовый спрievод с уличами Сидлиска Дрениова, котрý взискал за последние 2 роки велку oblúбу у жиаков aj verejnostи, Читателский маратон, Книhožи удроха, Колара, Рабанская šтиhavnica. Такисто вълкым benefitом наше шkoly є, že сидлит школовский клуб во самостатных priestорах, не в триадах, которые используют на выучку, но мы самостоятельно три отделения школьского клуба в властных вкусных зарядений в убавленных учебниках. Я особо не оставлюсь, что наибольшая школа, а наиближшая школа. К этому вызывам и родителей, которые бывают на Сидлиску Дриньова, чтобы дети записали до нашей школы, потому что мы им близко, и наши исследования, сутяги и уместные, на то, что мы имеем меньший почит, что в том числе, которые будут хорошие с остальными школами в нашем месте. Уж сейчас тещим на будущих новых приватчиков, которые привитаем в септембрии, а все наоборот думаем, что оконности наступа до школы будут приязнивейшие, как был этот школьский год, а что наоборот та выучба, этот живот, в расти до нормальных школах. Ну а при чем выбрать Законную школу Jozeфа Колара, то вам уже поведят самотные жиаки. Мы имеем хернью, там си отдыхаем, потом взглянем на телку, а потом пойдем вон, там са храме, пойдем до внутренней, а потом придут при нас родители. В этом школе, которые мы могли бы иметь, чтобы мы могли читать, писать, почитать и быть мудры. На этой школе мне нравится, что я так близко природы, а что тут есть супер учителев, потом, что тут есть так много видов в нашей среде, а что тоже младает в этой школе, не знаю, чьи они не младают, но например карнавал, что мне очень нравится, что мне очень нравится, что тут есть школа в Банске Штавнице, где есть так много памяток. Мне себя на этой школе пащит то, что тут мы тоже так много видов, есть разные крюшки, в этой среде есть хороший коллектив, мы ходим вон и пусть мы разные интерактивные свечения, тут мы еще рады, а мы тут хорошие учителы. Милые родители, много полезных информаций найдете на странице Школы. Банска Штавника Продолжение следует... ...občanov prostredníctvom neverejného poskytovateľa sociálnej služby, neziskovej organizácie SOVI, a to od 1. septembra 2016. Okruh osôb, ktorým sa poskytuje prepravná služba, ako jej využitie, je definované v článku 3 Všeobecne záväzného narednenia o sociálnych službách. Na tento účel má poskytovateľ k dispozícii dva osobné automobily. Oby dva sú vybavené nájazdovou rampou s kotevnými úchytmi pre vozík, pričom jedno vozidlo má možnosť prepravy až pre 4 invalidné vozíky, respektíve pre prepravu 9 osob bez invalidného vozíka. SOVI má taktiež v prípade potreby pri poskytovaní prepravnej služby k dispozícii aj tzv. schodolec, ktorý slúži pri presunie občana na invalidnom vozíku z neprístupného terénu. V tomto prípade sú to hlavne schodiská. Poskytovateľ faktúruje mestu Banská šťanica náklady na prepravnú službu v zmysle Všeobecne záväzného narednenia číslo 7 lomeno 2016 o sociálnych službách, a to vždy za predchádzajúci mesiac. Táto služba je zo strany občanov mesta veľmi žiadaná a využívaná. Jej poskytovanie obyvatelia hodnotia kladne a využívajú ju pravidelne a opakovane. V súčasnej pandemickej situácii je preprava zabezpečovaná najmä k lekárom či do zdravotníckých zariadení v okolitých mestách, aktuálne aj na očkovanie proti ochoreňu COVID-19. Okrem uvedeného, poskytovateľ prepravnej služby zabezpečuje v tejto nelahkej situácii aj pomoc formou dovozu potrebných liekov či zdravotníckých pomôcov pre občanov, ale aj nákup potravín. Dodržiavajú sa opatrenia pre zamedzenie šírenia ochoreňa COVID-19. Vozidlá sú pravidelne dezinfikované po každom klientovi. Čo sa týka úhrady za poskytovanie prepravnej služby, tá je od oprávneného občanovo výške 1 euro za jednu jazdu v rámci mesta a 40 centov za 1 km mimo mesta Banská šťavnica. Túto úhradu platí občan v deň prepravy priamo poskytovateľovi. Mesto Banská šťavnica uhrádza mesačne poskytovateľovi 50 centov za jednu jazdu v rámci mesta a 15 centov za 1 km mimo mesta Banská šťavnica na každého prepraveného občana. Vzhľadom na zvýšenie všetkých výdavkov na poskytovanie tejto služby, poskytovateľ Sovy požiadal mesto Banská šťavnica o navýšenie úhrady na zabezpečenie tejto služby pre občanov mesta, čo však mestským zastupiteľstvom nebolo schválené. Vzhľadom na navýšenie výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou vozidiel, nákladov spojených so zvýšením minimálnej mzdy a vykazovaním finančnej straty, poskytovateľ v súčasnosti opetovne požiadal mesto Banská šťavnica o navýšenie úhrady za túto službu. My sme sa opýtali aj poskytovateľa, akí občania najčastejšie túto službu využívajú a taktiež sme naštívili aj spokojnú klientku sociálneho taxíka pani Gabiku. Takže my aj tento týždeň pokračujeme témou sociálnych služieb v meste Banská šťavnica a tento týždeň sa budeme venovať téme sociálny taxík, čo je veľmi žiadaná a využívaná služba v meste Banská šťavnica. Skúsame povedať teda našim divákom, akí klienti vás žiadujú o pomoc a vyhľadávajú. Takže najviac v tejto pandemickej situácii v tejto dobe nás využívajú hlavne aj na očkovanie, napríklad do Žiaru nad Hronom alebo do Banskej Bystrice, ale samozrejme využívajú aj túto službu aj na ďalšie vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutné pre zdravotný stav občanov. Sú to väčšinou občania staršieho veku, seniorského veku alebo sú to aj mladí ZTP? Väčšinou sú to starší občania, ktorí splňajú podmienky na poskytovanie tejto služby, ale sú samozrejme aj mladší občania, ktorí majú ZTP pre ukaz alebo o nepriaznivý zdravotný stav sa jedná. Možno ešte povedať, ako vyzerá taký bežný deň sociálneho taxíka? Táto služba je poskytovaná, prispôsobená pre účel, takže telefonicky sa objednávajú skôr občania na základe lekárskeho objednania mimo Banskej šťavnici väčšinou. Je to rôzne časové obmedzenie, takže niekedy sa stáva, že občan potrebuje pacient ísť aj od tej neskôršej 17. hodine na nejaké špecializované vyšetrenie. Pani Gabika, my sme vás naštívili vo vašom domácom prostredí. Vy ste dlhodobou klientkou sociálneho taxíka v meste Banskej šťavnica. Skúsme povedať, na čo najčastejšie sociálny taxík využívate možno práve v tejto situácii pandémii, ale pred situáciou, ktorá tu momentálne je. Poviem teda konkrétne. V čase tejto pandémie samozrejme si preliekí lekárovi, ale takisto, keď už som nutená si nakúpiť niečo, tak musím ísť. A sú vlastne oni ochotní aj s tým klientom ísť, pokým teda, že nemajú nejakú inú zákazku, že odnesú, či teda tašky donesú, alebo teda poprosím, požiadam, a my to dovezú teda až dovnútra, nakolko ja som vlastne viac menej imobilná ako mobilná. No ja som to využívala takmer 3 až 4 krát do týždňa. Chodila som do Kováčovej, pretože aj do kúpelov, a samozrejme, že to v prvom rade o tej cene. Čo ma teda zaujímalo, vlastne majú určitú taksu stanovenú a to je priateľné, nakolko ja už som dôchodkynia, ani mám taký vysoký extra dôchodok, takže naozaj teda, že to je veľmi, že to bolo zaujímavé a hlavne tá ochota a vlastne dodržiavanie termínu, keď ja som sa potrebovala dostaviť, poviem teda do tých kúpelov na určitú hodinu, na procedúry, tak tam nebol problém. Poďme ešte povedať, prečo pre vás je vhodné napríklad využívať bežný taksík? Aký je tam problém? Pretože ja som po cievnej mozgovej príhode a vlastne ja mám ľavú stranu, mám ochrnutú a ja musím sedávať len vpredu. Páni taksikári si to neprijali, že teda nemôžem ja sedieť vpredu, no a vlastne je úzký priestor medzi prednými a zadnými sedadlami a takisto majú veľmi malý kúfor na manipuláciu s môjim vozíkom. A vlastne tento sociálny taksík, to je vlastne taká výhoda, že ma vlastne po rampe naloží do auta, ma odvezie, kde potrebujem. Ten prístup, tá ľudskosť a vlastne taká spolupatričnosť pomôžu, či z nastupovaním tých, ktorí teda môžu, teda že nastupí do taksíka, zase že vystúpia, tak vždy pomôžu, majú schodíky, ale to naozaj, to je na vysokéj profesionálnej úrovni a môžem vám povedať, každý toto nie môže robiť, takúto prácu. Pretože to je veľká zodpovednosť aj voči teda klientom, ktorých teda vozí sociálny taksík a veľmi sme tu vítali, že je to takéto čosť, teda Balskej šiamnici a veľmi, veľmi by nás mrzelo, môžem povedať, za veľký počet starších ľudí, ktorí vlastne využívajú tento sociálny taksík, že vlastne keby, nedaj Bože, že by sa to zrušilo. To by bola veľká škoda. My taktiež dúfame, že nič také sa nestane a kvalitné služby sociálneho taksíka budú môcť občania mesta využívať aj naďalej, pretože pre mnohých je to naozaj obrovská pomoc. Prajeme všetko dobré a v tejto situácii hlavne veľa zdravia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozornosť. Субтитры создавал DimaTorzok